Приветствую вас, друзья мои, на своем канале Страна Мурляндия. И мы, как всегда, начинаем начинать. И начну я с обзора видео с Амбелла Дамяна на его канале Савелий Ад. Желаю вам приятного просмотра. Итак, поехали. Как говорится, никогда такого не было, и вот опять. Не прошло и полгода, как Надежда из Недогорок снова вернулась на землю обетованную, Каламыю. Что ее привело сюда, так никто и не понял. Ехала она к Татьяне Васильевне под предлогом сделать ей аджигу, но эта отговорка не сработала, потому что аджигу они, по всей видимости, делать не будут. Скоро все эти товарищи Адамяны и Ижи с ними поедут обратно домой в Днепр, и Надя за компанию поедет с ними же. И именно там, в Днепре, она будет делать эту аджигу. На какого фига она приехала в Колумию, я так и не поняла. Поэтому единственную причину ее приезда, я могу сказать, только желание попозировать на камеру для такой большой аудитории зрителей. Но другой причины я просто не могу придумать. Ведь она только что прощалась с ними на перроне, и я даже пожелала ей скорейшего возвращения, но не думала, что настолько скорейшего. Надя это вообще феноменальный человек. Я думаю, что не каждый из нас на такое способен, на что способна Надя. И вот они с Самвелом готовят кабачки, которые вкусом как мясо. Катаются всей компанией на горную речку, по ресторанам. Короче говоря, отдыхают на полную катушку и делают всевозможный контент. Между тем у Самвела случилось несчастье. Пропал кот Сайгак. Привез он его сестре Миколы Степаныча. Те его первый день закрывали в гараже, а ночью не закрыли, и он убежал с гаража. Скорее всего путешествует на прежнее место жительства, где Самвел его обычно кормил. Но Самвел идет, гуляет, рыдает, говорит, отдаст тысячу долларов тому, кто его найдет. Татьяна Васильевна уже конкретно стала всех раздражать, и Самвел все время ее нервозно ругает, и даже друг его возлюбленный Калясик все время высказывается к ней в претензиальной форме. А кого она только не раздражает. Да, всех раздражает. Но бывают исключения. Вот, например, приехали к ней гости. Парочка, кулик да гагарочка. Пришли, значит, Юра и Катя в гости к Татьяне Васильевне с подарками, с букетами цветов. Были от нее в восторге. Но только Татьяну Васильевну эта парочка никак не тронула. Она к подаркам уже привычная. Самвел пригласил их пройти прямо к Татьяне Васильевне в комнату. Васильевна сидит, коленки заголила, и даже не соизволила встать поприветствовать гостей, которые дают ей подарки. А подарки-то не простые, все колечки золотые. Пытается Татьяна Васильевна втиснуть это колечко на свой кривой палец. И ничего, что суставы накручены. Главное, что кольцо нализло. Предлагает померить кольцо Наде. Но Надя, конечно, отказывается. И что вы думаете? У Кати и для Нади нашелся подарочек. Тоже золотое колечко. Васильевну аж передергнула. А ну, Надя, дай-ка я твое кольцо померю. Не, вы представляете, да? Да ты не офигела ли, бабуля? Ой, бессовестная же она баба. Крутит-вертит кольцо на пальцы. Не может содрать. Даже поинтересовалась. Катя, мне ты подарила, значит, 17,5, а Наде, значит, 18. Думает, это ж надо ж, как же я прогадала. Вечно Надьке все получше достается. Но это она не сказала вслух. Это я на ее лице прочитала. Самбал, как всегда, придумывает контент. Сказал мамке загадать желание. Изгрызть нитку от колечка. Вот уж она старалась. Грызла эту нитку до потери сил. И вот сидят эти зрители, Настя на кровати. Парень ее облокотился на подоконник. А я думаю, опустили бы их на порог, если бы не эти два золотых колечка. Васильевна уже предлагает куда-нибудь двинуть. Но самбалый сказал, ты уже вчера надвигалась. А какой тебе сахар? Васильевна признается, высоченький, 15. Ну ничего себе 15. Вот эта бабуля живет на широкую ногу. Но колясик вернул их всех на землю обетованную. А чего вы сидите? Вам такие кольца подарили. Видите, гостей в ресторан. И вот вся гоп-компания выдвинулись на машине и едут в ресторан. Самбал, как обычно, общупал все руками. Перекусили они, значит, в ресторане. Надежда уже говорит, как бы не привыкнуть к ресторанной пище. И тут разговор зашел о том, что муж должен воспитывать жену. А самбал говорит, а тебя много навоспитывали? Она спорит, что это она всех мужей воспитывала. Но хоть бы уже не позорилась. Все знают ее подноготную. Все знают, как она жила со своими алкоголиками-мужьями. И где она только от них не пряталась. Самым лучшим вариантом было это у соседей. А так, где только ей не приходилось спрятаться. И тут она сидит на лавочке и всем сказки сказывает, как она воспитывала своих мужиков. Ну просто крайне неприятно, ребят, кушать этот ее бред. И вот они с самбалом готовят кабачки, которые вкусом как мясо. И так самбал эти кабачки смачно жует. А Надя с таким грустным видом на них смотрит. Но ей все-таки на камеру их отказывается. Самбал ей подсказал, но ты их попробуй и выплюни. И Надя так и сделала. Пожевала, почавкала, почвакала и выплюнула их. А самбал уплетает за милую душу. И Надя сообразила ему сказать, А ты калории считаешь? Самбал говорит, конечно, я все запишу. И подсчитаю, что ребята с трудом верится. Каким образом он подсчитает все ингредиенты, которые входят в эти жареные кабачки. Там и мука была разная. И панировка, и сухарей, и сыр натертый. И четыре яйца. И сколько там впиталось жареного масла. И оно аж пеной поднималось. Коля, когда зашел, был в шоке. Это где ж вы такой рецепт взяли? Коля причитает, Матерь Божья! Это ж надо ж, сколько тут масла плавает. Это ж поджелудочный придет капец. Ну раз вы так расхвалили, то я попробую. Коля разрезает ножиком и говорит, А ничего, что они сырые. Самбал спорит, да ты еще так приготовь. А потом будешь рассказывать сказки. Надежда все время повторяет одну и ту же фразу. Они дюжи, дюжи смачны. Коля зачем-то позвал Татьяну Васильевну на кухню. Ее все с кухни гнали, выгоняли. А Коля взял, да и позвал на кабачки. К чему, зачем, почему, непонятно. Только что Самбалу ей ругал, Что больше ей в рот ничего брать нельзя. Таблетки от сахарного диабета она уже съела. И вот опять. Шкребеца на кухню. Попробовала кабачки. И умирающим голосом говорит, Что они сырые. Но в итоге Самбал сказал, что они... Очень классные. Всем рекомендую от души. Жарьте и ешьте. Именно такие кабачки, какие жарил он. На этом видео Самбалу Домяну закончилось. И закончен мой обзор. Ребята, девчата, спасибо вам огромное. За ваше внимание, за ваши лайки, комментарии. Я желаю вам отличного дня, Прекрасного настроения и успехов во всех ваших начинаниях. А на этом я с вами не прощаюсь. До свидания и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok